Кто такой Чингиз Аладов? Чемпион мира по Мойтай Чемпион Гран-при К1 Чемпион Уан Это я, Чингиз Аладов Годами маршруя по организациям Чингиз Аладов собрал завидную коллекцию титулов Долгое время он находился в тени Но сейчас начинает получать должное признание Благодаря ураганным выступлениям Против лучших представителей Таиланда В престижном промоушене Уан Самое время пройтись по стопам техничного ударника Который сейчас возглавляет рейтинг Как лучший кикбоксер среди всех весовых Чингиз родился летом 93-го года в Грузии В азербайджанской семье Когда ему было 9 месяцев Семья переехала в Минск В начальных классах отец привел Аладова в зал по кикбоксингу Что в итоге предопределило будущее парня Мне было совсем 9 лет И отец меня привел в спортивный зал И тогда сказал, что Сынок, как бы нужно становиться сильнее Нужно, чтобы ты был мужчиной в будущем И вот так у меня все началось Первые шаги он делал в бойцовском клубе Чинук Под опекой мастера спорта международного класса Александра Ковтика Тренер сразу понял, что из этого худощавого парня Обязательно что-нибудь получится В 16 Чингиз перешел к Андрею Гридину Крестному отцу белорусского кикбоксинга Воспитавшего более 30 чемпионов мира Под руководством нового наставника Из любителя Аладов превратился в настоящего профессионала Окрепнув и обретя прозвище Чинга Он отправился на мировую арену Дебют в профи состоялся в 2010-м С первых боев Аладов выделялся хирургической точностью атак Располагал приличной боксерской техникой И конечно реактивными киками За следующие пять лет Чингиз странствовал по разным организациям С рекордом 27-3 в 2015-м он присоединился к престижному гран-при во Франции На первой стадии Аладов привычно прессинговал Демонстрируя взрывные боксерские серии Со временем в ход пошли кики Один из них стал фатальным для уже потрепанного соперника Через пару часов он вышел на Кевина Ринай Который весь раунд блокировал лицом хлесткие подачи Оставив попытки лобового штурма Аладов решил добавить к атакам больше фантазии Нахватавшийся соперник задержался в углу За что быстро поплатился Раскрыв блок длинным апперкотом Чингиз довел точный кросс Блестящая работа мастера ударки Спустя полгода Аладов уже бился за вакантный пояс полусредней категории Бросив вызов бывшему чемпиону К1 Энрико Кёлю Опытный немец выходил победителем в поединке с самим Буакавом И представлял серьезную задачу Кёлю прямо поджимал, пробуя сорвать джекпот на ближний Взяв на себя роль второго номера Аладов ввел прицельный огонь одиночными с дистанцией О судейских записках бой был близким Пока в конце пятого раунда Аладов не нанес случайный удар в затылок Который стоил ему балла Теперь все шло к поражению Когда за 3 секунды до гонга Перехватив неуклюжую атаку соперника Чингиз зарядил справа по обнаженной челюсти Обесточив Кёля на пару минут Пополнив послужной список новым титулом Осенью 16-го года Аладов вышел на защиту Против трехкратного экс-чемпиона мира Брюса Кадрона Не теряя времени, он сходу раздал роли Себе безжалостного охотника А противнику беспомощной жертвы Беспомощный Кадрон попробовал раскат грома Аладов ответил чем-то из боевиков 90-х В четвертом раунде страсти накалились Чингиз всадил летящее колено И пустил финальную очередь Корпус, голова, больница В 2017-м 24-летний проспект отправился в страну восходящего солнца Чтобы стать частью однодневного гран-при К1 В одной четвертой он вышел на ветерана Хирокина Кожиму Японец за долгую карьеру успел перезагрузить не один мозг Предварительно пристреляв тройку одиночных киков Чинга неожиданно привязал к ним левый прямой На Кожима рискнул сблизиться Как тут же словил контрфук А следом порцию по корпусу Камикадзе не остановили пропущенные Впрочем, его тактика явно не сработала Храбрый японец поднялся Теперь представляя лишь стационарную цель Не пробив защиту коленом, Алазов залетел с неожиданным апперкотом Путь в финал преграждал Джордан Пикер Голландец двигался на серии из девяти побед И страдал зависимостью устранять все, что движется в ринге Он решил без разведки пойти напролом Чинги из фирменной манеры менял стойки Разбросался ножницами И быстро поймал нужный ритм Разгадав напарника как охранник кроссворд Он внес последнее слово Передний боковой на скачке из стойки левши приземлился точно в бороду Вызвав профессиональную зависть у лучших анестезиологов мира Под впечатлением осталась и местная дама у микрофона В битве за золото Чингис, излучая одним глазом свет Встретился с любимцем японских школьниц и бывшим победителем восьмерки Ясухиро Кида Который на пути к финалу также ни разу не потревожил судей Дуэлянты стартовали с обмена киками А Лазов закрутил вертушку Догнал злым лоу-киком И проверив растяжку Вспомнил про руки После нокдауна он стал вести себя чересчур раскованно За что немедленно поплатился Взбодрившись, Чинга отправился выправлять ситуацию Кида по-прежнему был опасен Но это не уберегало его от пропущенной Характер позволял ему подниматься и снова идти в размет Даже полетное время Не сбило настрой самурая, позволив с честью дожить до гонга А Лазов за один вечер уверенно одолел сразу троих И в 24 года забрал один из главных трофеев мира кикбоксинга Китайцы оценили талант новоиспеченного чемпиона И пригласили его выступить против ветерана российского муэтай Джабара Аскерова Чингиз все три раунда грамотно пользовался габаритами Перестреливал киками с дистанции Выигрывал размены И забрал уверенное решение На старте 2018 года он сошелся с еще одним пионером тайского бокса Суцадкорном Клинми Чей послужной список насчитывал более 300 побед А Лазов деликатно шлюпнул соперника киком И моментом позже, не напрягаясь, приземлил двойку Клинми сразу смекнул что к чему и с улыбкой запрыгнул на велосипед Все три раунда непривычно для тайца, избегая разменов до разгромного решения Следом Чингиз вернулся в Японию Чтобы отстоять по СК-1 против местного претендента Хинаты Ватанабе С первых минут чемпион пристреливал Ливершоты Пригармив как следует Он по классике сменил этаж А Лазов продолжал развивать успех Параллельно избегал ответного огня И завершил мастер-класс одним движением Пока соперник готовил атаку, Чингиз разорвал дистанцию и поприветствовал его острым крюком Утвердившись в когорте сильнейших легковесов, он получил возможность побиться за пояс белота Американская ММА-организация пыталась также закрепиться в сфере кикбоксинга Пригласив главных представителей ударного стиля Противостоял А Лазову никто иной, как Джорджо Петросян Прозванный доктором за свою филигранную технику В свое время он перебил весь бомонд кика Сумел собрать все основные титулы И при сотне побед за всю карьеру уступил лишь дважды А Лазов браво стартовал, приземлив плотный боковой Он продолжал вкладываться в комбинации Реже пускал в ход кики Завершив детальный осмотр, только в третьем отрезке доктор приступил к работе Определив точный диагноз, он подобрал противоядие Закрепив преимущество в чемпионских отрезках, он довел операцию до победного конца Чингис допустил первую осечку за 4,5 года и лишился серии из 28 побед подряд Тем не менее, он спокойно перенес неудачу, а довольно близкое поражение от такого мастера не сильно сказалось на позициях бойца Получив ценный урок, теперь он как никогда был заряжен двигаться дальше Реабилитировавшись парой побед В 19-м году Чингис взял годовой перерыв, чтобы залечить правую руку Он был готов вернуться в дело в 2020-м, но из-за пандемии простой затянулся еще на полгода Все образумилось только в январе 2021 года, когда Лазов подписал контракт с крупнейшей азиатской лигой Уан Помимо ММА, сингапурский промоушен начинал всерьез заниматься развитием кикбоксинга На тот момент активно собирая под своим крылом лучших ударников планеты В дебюте Чингис встретился со старым знакомым Энрико Кёлем После сокрушительного поражения пятилетней давности, он успел собрать свыше десяти скальпов Намеренный расквитаться за прошлый промах, Энрико лез на пролом Чинго, маневрируя, держал оборону, отвечая острыми контратаками Градус противостояния нарастал Провоцируя все больше встречных разминок Чингль никак не сбавлял давление А Лазов стремился компенсировать каждый пропущенный удар Обоюдный краш-тест подбородков не стихал до конца третьего раунда Итог встречи решали судьи Который раздельным решением выбрали немца Невзирая на поражение, руководство Уан было довольно новобранцем Чингис попал в элитную восьмерку участников гран-при в категории до 70 килограммов Где собрались самые амбициозные представители конкурентного дивизиона со всего света В одной четвертой он разделил клетку с чемпионом WBC Muay Thai Сэмми Сеной А Лазов стартовал с прощупывания ливера Добавил лоу И замаскировал фирменный хайкик Забраковав вестибулярный аппарат француза Он разразился шквальным огнем И снова навестил печень На всю миссию было затрачено 39 секунд В полуфинале Чингис наскочил на Джона Тавута Известный под громким прозвищем «Дымящийся Джо» Он славился редким ударом А за последние шесть лет проигрывал лишь Джорджо Петросяну А Лазов прикладывался по этажам Запутывая, заряжался обеих стоит И наказывал за промахи На Тавут попытался ответить Но его и здесь опередили Поэтому пришлось сесть и все переосмыслить Стоило тайцу побороть гравитацию Ему любезно протянули обратный билет Уже за полторы минуты, уничтожив всю интригу Чингизу лишь оставалось навести финальные штрихи Ошарашин и Джонни как не мог понять, откуда прилетит А каждая попытка ударить мгновенно пресекалась В финале А Лазово поджидал настоящий мастодонт тайского бокса Сити Чай Ситсонг Пиононг Послужной список жертв тайца соответствовал длине его имени Будучи многолетним чемпионом Глори Тиумфатором Кун Лун Файт Победителем самого престижного турнира Таиланда Стадиона Лумпини Он входил в тройку лучших ударников мира независимо от веса И 8 лет назад побеждал молодого А Лазово Поэтому логично считался главным фаворитом Гран-при Регалии соперника не помешали Чингизу прибрать центр Таец пропихнул двойку И инициировал обмен киками Которым явно уступал А Лазов также играючи менял амплуа Временами превращаясь в контрпанчера Во втором раунде Сити Чай попытался повысить градус давления При этом съедал все больше атак Бэкфит Хайкик Колено Чингиз пользовался преимуществом в скорости на руках Успешно перенасыщая вражескую оборону И не оставляя ни один выпад без ответа Растерянный Таец до последнего искал решение Но даже такому профессору эта задача оказалась не по зубам Бойцы завершили поединок набивкой киков А Лазов одержал убедительную победу Покорив самый престижный гран-при современного кикбоксинга Не забыл боец и про своего давнего наставника После успеха в восьмерке В январе 23-го года поквитаться за соотечественника Вышел другой колосс ударки Регулярный чемпион Супербон Бенчамек Ученик легендарного Буакава Больше пятилет не встречал себе равных И в прямом смысле отправлял соперников в реанимацию Мировая слава обрушилась на него годом ранее Когда он сенсационно нокаутировал самого Джорджу Петросяна Тем самым забрав статуэтку за нокаут года И возглавив рейтинг сильнейших кикеров паунд-фо-паунд Наплевав на авторитет противника Чингиз уверенно бомбил его в привычной манере Кросс Куп по печени Встречный крюк со сменой стоит Супербон пристреливался фирменными киками Пробуя довести коронный Маваши В начале второго раунда Алазов нежданул Супермен панчем И вгвоздил оверхэнд Рефери организовал продолжение Однако тайц не успел вернуться в реальность Теперь сознание когда-то грозного чемпиона находилось в руках голодного претендента Чингизу понадобилось всего полтора раунда, чтобы убрать с пути главного босса Его выступление без преувеличения произвело фурор в бойцовском сообществе И особенно на родине тайского бокса Ведь два главных представителя Таиланда пострадали от рук и ног одного неместного парня Как результат, к 30 годам Алазов закрепился в статусе нового чемпиона Уан И на данный момент занимает первую строчку в списке лучших кикбоксеров вне зависимости от весовой категории Сейчас Чингиз выглядит как самый укомплектованный ударник в мире Он умеет все По ходу боя менять стойки Жестко бить как руками Так и ногами А также их бесшовно комбинировать Телегранно действует и в атаке И в защите А самое главное, подходит к делу с умом Тем не менее, остальные претенденты не дремлют А значит, совсем скоро мы увидим молодого короля за защитой своего престола Если вам понравился ролик, то не жалейте лайка Подписывайтесь на канал и помните Настала эра! Субтитры сделал DimaTorzok